Привет всем! Сегодня я отвечу на самые популярные вопросы по поводу моего рецепта полимерной глины или холодного фарфора. И как раз анонс нового рецепта, который у меня идет без варки. Итак, начнем с первого, вопроса самого популярного. Почему это полимерная глина, а не холодный фарфор? Ответ прост. Холодный фарфор называется холодным фарфором, потому что он похож по свойствам на фарфор. Он не гибкий. Соответственно, если что-то гибкое, это уже называется полимерной глиной. Вот модена соус, которая не запекается и тому подобное, называется тоже полимерной глиной. Ту глину, которую нужно запекать, она называется пластикой. Это у нас полимерная глина, которая застывает сама на воздухе. Ее не нужно запекать. Это ответ сразу на второй вопрос. Эластичная она остается долго. Это тот же самый цветочек, которому уже два года. Вот он специально и порванный. Это тот же самый. Я над ним издевалась. Это специально. То есть, вы поняли, это я его овала, швыряла. В общем, что я с ним только бедненьким не делаю. Можете глянуть, это тот же самый мак. Ну, условно мак. Я специально делаю так, чтобы понять, какая глина в лепке. Поэтому любые свои эксперименты я сразу делаю цветы. Вот она до сих пор эластичная, абсолютно, как и была. Вот это можно увидеть на лилии. Вот гнется. Эта лилия та же самая, видите. Я ее так и не доделала. По поводу того, можно ли стирать изделие. Если вы склеите. Тут в основном что? Сама глина, да, она достаточно водостойкая. Вот я только что постирала. Может, это давно лежит. То есть, если вы попадете под дождь, то надо просто высушить. Но, девочки, главная суть склеить на водостойкий клей. То есть, на клей Д3. Если вы склеите на обычный клей, то оно расклеится, может, легко. То есть, сборку проводим на водостойкий клей. Тогда можно будет спокойно мыть, спокойно стирать. По поводу часто, зачем такие мучения можно же купить. Я и покупаю. Вот моя Модена. Но, за одну пачку Модены, ее цену, можно купить ингредиентов на эту глину за те же самые деньги. Пачечка у нас 200-150 грамм. Глины у меня получается, этой, моей самоварной, 2 килограмма. То есть, вы поняли, в 10 раз разница. Еще самый популярный вопрос. Как ее правильно хранить? Так же, как я, кстати, и Модену храню. Все, то есть, завернуто в пакетик и закруто в баночки. Как тонко ее можно раскатать? Вот. Так или тонко можно раскатать? Видите, в ноль. Теперь, как долго она хранится? Это все та же глина. Я ее в 15-м году летом последний раз варила. После этого я уже ничего не варила. Она до сих пор живая и пригодная к работе. Как видите. Вот она, в рабочем абсолютно состоянии. Это благодаря квасцам, девочки. Квасцы у нас выполняют здесь две функции. Придают влагостойкость дополнительную. Так как КМЦ у нас не влагостойка. И продлевают срок. Если вдруг, вот часто спрашивают, мы не нашли. Девочки, ничего страшного. Ну, не нашли, так не нашли. Просто она не будет так долго храниться. И не будет столь влагостойкой. И все. Поэтому срок хранения, вы поняли. Полтора года точно хранится. Теперь дальше. Основное, для чего я тоже еще снимаю это видео. Это анонс моего нового холодного фарфора, который идет без варки. Тоже часто спрашивали, задавали этот вопрос. Есть ли у меня проверенный рецепт без варки. Так как я сейчас не могу варить, у меня маленький ребенок, я переживаю за его здоровье. Я все-таки сделала рецепт без варки. Я с вами им поделюсь. Но есть одно условие. Я буду этот рецепт показывать на конференции, которая пройдет 4 февраля, то бишь в эту субботу. Поэтому, кто хочет узнать этот рецепт, я его не буду потом выкладывать на канал. Может быть через годик где-то так. Не раньше. Кому хочется узнать рецепт без варки. Он тоже такой же эластичненький. Тоже, в принципе, по свойствам похожий. Вот пробнички. Приходите на конференцию. Ссылочка в описании на YouTube. Вот внизу под этим видео. Переходите, просто регистрируйтесь. Конференция бесплатная, поэтому вам ничего не стоит. Приходите. Можно позадавать мне там вопросы, почему конференция на онлайн происходит. Вы можете мне напрямую задать вопросы, и я вам отвечу лично. Поэтому приходите, буду ждать. Всем пока. Подписывайтесь на канал.